Захотел в кафе или ресторан, не забудь с собой смартфон. В скором времени предполагается, что городские общепиты Ульяновска будут жить по столичному сценарию, где уже с 1 июля действуют новые правила посещения пунктов питания. Для того, чтобы попасть в так называемые свободные от ковид-зоны в ресторанах, необходимо будет предъявлять QR-коды с генерированных специальным мобильным приложением. Такой код подтверждает факт вакцинации или наличие антител после перенесенной коронавирусной инфекции. Пока что инициатива находится в разработке. Бизнесу не хотелось бы выполнять роль регулятора, потому что данная мера обязывает бизнес реально быть таким шлагбаумом, который пускает или не пускает. У нас нет объективно инструментов. Наша задача – обслуживать людей, готовить, давать сервис, продукт, чтобы люди оставались довольны и делать это максимально безопасно, исходя из наших возможностей. Как отмечают юристы, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и указу губернатора о повышенной готовности, даже при ухудшении эпид-обстановки рестораны и кафе смогут работать в обычном режиме с нововведениями, необходимыми для недопущения распространения ковид-19. С коллегами из IT-сферы, с коллегами из общественного питания и из бизнеса проработали возможность внедрения подобных сервисов, подобных ковид-фризон на территории Ульяновской области. И подобный сервис мы сейчас уже разрабатываем. То есть мы фактически готовы к его применению. Отмечу, корпорация развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области стремится держать под контролем стабильность бизнеса. Поэтому разработан сертификат ковидной безопасности предприятия, который будет учитываться мониторинговыми группами при проведении проверок. Походу наступает такая пора, что кроме прививки мне еще придется обновить смартфон для того, чтобы установить приложение, которое будет скачивать QR-код, чтобы попасть в ресторан. Антон Никонов и Даниил Сурков, Уллправда ТВ.